Специально для участия в круглом столе на тему предстоящих в нашей области осенних выборов из Москвы прибыли известные международные эксперты-правозащитники, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод и член Ассоциации по защите избирательных прав гражданский контроль Владимир Федоров. Ассоциация гражданский контроль приехала познакомиться с началом избирательной кампании, побеседовать с экспертами, руководителем избирательной комиссии области, посетить избирательные участки, встретиться с уполномоченным по правам человека Волгоградской области, с представителями органов исполнительной и законодательной власти. То есть понять, как началась избирательная кампания, какие условия созданы для кандидатов, для политических партий, какие прогнозируются проблемы в ходе избирательной кампании, на что стоит обратить внимание. И основное это познакомиться с опытом работы волгоградских общественных неправительственных организаций, как они раньше вели мониторинг выборов, наблюдения за выборами, как удавалось разрешать проблемные ситуации, взаимодействовать с избирательной системой, с правоохранительными органами. И сегодня я убедился, что на базе вашего вуза есть очень интересный опыт работы корпуса наблюдателей за чистые выборы, который уже проводил и учебу наблюдателей, создавал ситуационные центры, мобильные юридические группы, которые объезжали участки, откликались на проблемные звонки и сообщения. Мы предварительно договорились о взаимодействии и в августе, когда начнет работу центр корпуса за чистые выборы, мы еще раз приедем и примем участие в его работе. В ходе дискуссии пришли к выводу, что для того, чтобы придать выборам прозрачность, необходимо привлекать молодых юристов, студентов волгоградских вузов. И в этом случае значение появления центра за чистые выборы переоценить сложно. Я считаю, это событие для города, событие для вузовской общественности. Для юриста важно не просто знать закон. Закон написан на бумаге. Всего лишь навсего. Читай. И что? Важно, как действует закон. То есть для юриста, как и для врача, необходима практика. Практика применения этого закона. И студенты, которые учатся на юридических факультетах, они как раз имеют возможность пройти очень хорошую практику применения избирательного закона во время проведения выборов. Дискуссионная площадка, которая сегодня составилась на базе Волгоградской избирательной комиссии, очень интересна, очень имеет большую значимость с точки зрения формирования гражданского общества конкретно в рамках нашего региона. Почему? Потому что ведущие специалисты и опытные практики в сфере правозащитной деятельности сегодня обменивались мнениями. Я, как региональный представитель корпуса «За чистые выборы» и управляющий делами Волгоградского института бизнеса, который курирует юридический факультет, сегодня узнал очень много нового и интересного. Сегодня завязались интересные связи. Квинтэссенция сегодняшней информационной площадки следующая. Необходимо правовое просвещение. Как ни банально эта мысль звучит, высококвалифицированное, налаженное, профессионализированное правовое просвещение как средств массовой информации, так и участников избирательного процесса, да и самих избирателей, это ключ к снижению проблемы в сфере выборов. Итог прошедших дискуссий подвел один из столичных гостей. Очень было приятно услышать от представителей различных общественных организаций о том, что очень хорошо организованы выборы, комиссия очень профессиональная. Мне было очень важно услышать, что новый председатель комиссии очень серьезно подошел к вопросу ротации кадров, что уволены многие люди, которые были замечены в каких-то не очень рассовестных делах. Для меня очень было важно услышать, что электорат очень ожидает, избиратели очень ожидают от этих выборов, что они пройдут честно, и область получит новый, как бы, выйдет и стагнация определенная, в которой она была в последние годы. И в том числе и наша задача оправдать доверие этих людей, сделать все, чтобы выборы были честными. Продолжение следует...